Сегодня ни одно современное производство не может обойтись без операторов и наладчиков станков с программным управлением, без того специалиста, который умеет контролировать и направлять работу всего процесса. Эти специалисты очень востребованы на рынке труда и среди крупных предприятий. На заводе «Маяк» налаживают станки для создания целой армии деталей, но таинство обработки вот такой детали происходит не только в цехе. Все начинается в отделе главного технолога с чистого листа, то есть чертежа, просмотра технологической документации и построения модели. Такой высокоинтеллектуальный труд подвластен инженером. Строим эскиз деталей и с помощью определенных функций мы создаем 3D-модель. А далее с помощью системы автоматизированного программирования на заводе «Маяк» установлена система «Каткам Адам» мы создаем порядок обработки деталей. Так Татьяна Копанева разрабатывает управляющую программу, по которой получится деталь. За 70-летнюю историю Кировский завод «Маяк» прошел путь от производства пулеметных лент, табуляторов до сложных управляемых ракет и современного стрелкового оружия. Сегодня Кировский завод «Маяк» – это крупное промышленное предприятие, которое стабильно выполняет государственные заказы, осваивает новые перспективные виды образцов вооружения. По отзывам специалистов, продукция соответствует уровню лучших мировых аналогов. Постоянно проводится техническое перевооружение завода и модернизация сложного оборудования, закупаются новые станки. И двери успешного кировского предприятия сегодня открыты для новых специалистов – инженеров-технологов, наладчиков, операторов. Вначале заготовка попадает в руки наладчика. Высококвалифицированный рабочий настраивает на нужный лад станок. Точнее, современный обрабатывающий фрезерный центр. Александр, мы сейчас с вами находимся, что называется, к самому сердцу этого производственного процесса. С чего он начинается? Ну, во-первых, процесс начинается с того, что мы берем из отдела главного технолога программу. У нас находится все эти процессы. Подбираем инструмент, соответственно, устанавливаем специальные патроны. Каждый патрон, уже собранный вместе, ставим на станок. Что здесь важно? Вот, то, чтобы правильно налазить станок, чтобы все работали? Внимательность. Внимательность и порядок действия. Все. Хорошо. Значит, сейчас мы попробуем это в порядок действий, восприняйтесь. Для наладчика станок – целая система, где каждый орган должен быть подготовлен к работе. Перед запуском наладчик всегда выбирает позицию инструмента, которая указана в карте наладки, устанавливает технологические параметры обработки. Он должен как бы соединить системы координат станка и детали. Так исключается появление брака. Чтобы приступить к обработке, мне необходимо поставить деталь на приспособление и закрепить ее. За счет применения нового оборудования, которое позволяет производить многокоординатную обработку детали с применением современного твердосплавного производительного инструмента, происходит укрупнение операций и сокращение времени на изготовление деталей. Это рабочая зона станка. Я закрываю двери, и процесс начинается. Такая наладка – самая ответственная часть работы. От того, насколько правильно она произведена, зависит качество обработки всей партии деталей. Наладчик должен знать все узлы и механизмы станка, уметь выявлять неисправности, чертить чертежи и составлять программы. Недаром на заводе «Маяк» такие люди, как Александр Верещагин, на вес золота. Для работы на современном оборудовании требуются специалисты с высшим образованием. Однако, если работник имеет начальное или среднее образование, предприятие готово организовать обучение. Данная система, вот Фанук, допустим, она, в принципе, довольно-таки простая для обучения. И несколько, ну, в некоторых месяц-два просто внимательное отношение к своей работе. Ты потихоньку начинаешь разбираться, и все приходит с опытом. Каждый специалист отвечает за свой процесс. Если у наладчика основная задача – грамотно настроить станок, то оператор сопровождает все этапы изготовления и обработки деталей. Это как раз тот случай, когда станок областен не только рука мужчины, но и женщины. Татьяна, вот в чем заключается ваша работа? Моя работа заключается в том, что я беру деталь, устанавливаю, закрепляю в станке, нажимаю на кнопочку, жду конца программы, деталька обработалась, я ее достала и начинаю мерить. Молодых специалистов, в том числе операторов, готовят профильные учебные заведения. Кировский авиационный техникум, Вятский электромашиностроительный техникум – Вятский государственный университет. И для начинающего работника главное – желание учиться и осваивать эту профессию. А если бы, ну хорошо, на вашу профессию захочет прийти молодой человек или девушка? Справиться, справиться – это просто, ну легко тут, все легко. Основное, сложное – делает наладчик, оператору достается самое легкое. По словам людей профессиональных, снять изделие со станка совсем нетрудно. Ну что, попробуй себя в роли оператора. Оператор измеряет детали и проверяет в соответствии детали техпроцессу. Татьяна Ваганова работает на заводе уже 8 лет. Она прошла обучение по профессии и сегодня оператор 4-го разряда. И на этом останавливаться не собирается. Жизнь привела, судьба может быть на завод у меня поколением. Начинают бабушки, тети, у меня все заводские. И я думаю, тоже попробую. Пришла, думаю, как это из кусочка железа могло получиться что-то, что-то какое-то интересное, ну какое-то изделие там с дырочками, отверстиями. Да я сейчас понимаю. И такие возможности для профессионального роста на заводе «Маяк» есть у каждого. Возможность дорасти не только до наладчика, но и старшего мастера. Человека, который отслеживает производственный процесс на каждом этапе. От заготовки до выхода продукции с предприятия. Я сам пришел на этот завод наладчиком программного оборудования. Отработал 4, наверное, наладчиком и перешел в мастера. Теперь являюсь старшим мастером. Программа профессионального развития работников на предприятии – это обучение, стажировки, наставничество, включение в кадровый резерв, конкурсы профессионального мастерства. Например, такие как «Лучший участок», «Лучший рабочий» и ежегодный областной конкурс «Лучшие по профессии». На заводе для специалистов разработана система морального и материального стимулирования. По итогам конкурсов мастерства и профессиональных успехов устанавливаются персональные надбавки и денежное поощрение. Так, по решению областного оргкомитета конкурса «Лучший по профессии» работники предприятия удостоены в 2010 и 2012-2013 годах областной премии для поддержки талантливой молодежи. На заводе реализуется эффективная социальная программа «Растет заработная плата». Для основных рабочих на заводе установлена сдельно-премиальная оплата труда. Напрямую от качества выполненной продукции. Если человек подходит к делу с душой и желанием работать, то он вполне реально может заработать 30 тысяч рублей на данном предприятии. На заводе «Маяк» активно развивается молодежное движение. Молодежная политика предприятия реализуется через Совет молодежи, работу которого курирует лично генеральный директор. Он помогает формировать молодежный актив и вовлекать его в профессиональную и творческую деятельность предприятия. Особые отношения на «Маяке» к физкультуре и спорту. Большой популярностью пользуются заводские спартакиады, в которых принимают участие команды как различных цехов и отделов, так и руководящего состава. Я вот слышала, что здесь очень активная и интересная жизнь, которая не только в работе заключается. Да, вот чего здесь нет, 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 это «Маяк», это вот один коллективный дух вообще у нас тут очень интересно. У нас проходят олимпиады, лыжные, теннисные, футбол, ну все, что, все, все, что возможно. Я как бы участвую тоже, выступала на олимпиаде по плаванию. Коллектив наладчиков и операторов стал сплоченной командой, где ценят каждого человека. Но нового работника никогда не бросят в беде. На предприятии есть система адаптации и наставничества. И те, кто пришел в эту профессию, уходить уже не хотят. Я пришла, мне понравилось, я просто, просто люблю эту работу и мне очень нравится. Ваш сын тоже бы хотел продолжить эту семейную династию? Ну, мой сын был на экскурсии, и он пришел с экскурсии, сказал, что мне очень понравилось. Я бы тоже хотел продолжить по маминым следам, тоже хотел бы работать на заводе. Высокий рейтинг завода сегодня говорит сам за себя и делает «Маяк» престижным предприятием. Ну, а успехи завода – это заслуга всего трудового коллектива. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!